Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу, 25 мая. Меня зовут, наконец, Александр и сегодняшняя торговая сессия завершительности недели. С вами приведу я. Давайте рассмотрим в первую очередь, что у нас сегодня на повестке в экономическом календаре. В шесть часов по времени GNT мы ожидаем, что будет ряд важной статистики из Англии. В первую очередь это объем розничных продаж. По прогнозам это будет позитивная новость. Объем розничных продаж, по прогнозам, будет выше, чем предыдущее значение. Поэтому, вероятнее всего, для валютной пары фунт-доллар это будет краткосрочной позитивной новостью. И мы будем с вами видеть дальнейший рост валютной пары фунт-доллар в рамках нисходящего тренда, потому что сам тренд по валютной паре фунт-доллар остается нисходящим. На мой взгляд, что валютная пара фунт-доллар продолжит двигаться в этом нисходящем тренде. После вот этой небольшой коррекции мы увидим с вами новое движение вниз. Из других важных событий в 12.30 по времени GMT мы с вами видим блок статистики уже из Америки. В первую очередь это объем заказов на товары длительного пользования и объем цен расходов на личное потребление. Здесь каких-либо сильных изменений мы не ожидаем, хотя вот если посмотреть на статистику объем заказов на товары длительного пользования, здесь очевидно, что эта статистика будет негативной, потому что объем товаров существенно снижается. Сейчас он в отрицательном значении по сравнению с предыдущими показателями, поэтому для индекса доллара эта новость негативная. И на этом фоне, вот именно в 12.30 GMT, есть вероятность того, что индекс доллара продолжит свою коррекцию. Мы вчера с вами увидели, как индекс доллара дошел до отметки 104.20, мы с вами ставили цели в начале недели 105, и цена до сих пор продолжает находиться в восходящем тренде. На мой взгляд, после выхода этой статистики есть высокая вероятность того, что тренд восходящий может продолжиться. Давайте посмотрим за заявлениями, которые вчера делали представители республиканцев и демократов. Ну и также сам Байден заявил о том, что между республиканцами и демократами идет диалог, никто не хочет, чтобы в Америке случился дефолт, обязательно госдолг будет повышен, это просто вопрос времени. На Джанет Елена ставит дедлайн 1 июня. Маккарти заявляет о том, что уже договоренности есть на бумаге, и подписание соглашений может случиться в любой день, это может случиться сегодня. Один из представителей республиканцев Херн заявил о том, что сделка по повышению потолка госдолга произойдет сегодня по полудню. Если мы с вами перенесем это на наше европейское время, то это будет уже во второй половине дня, в американскую сессию. Мы будем внимательно следить за этим событием, потому что это может кардинально поменять вектор и индекса доллара, и других инструментов. Как на это повлияет, как может отреагировать на это индекс доллара? Я думаю, что какой-либо сильной реакции в рамках сегодняшнего дня мы с вами, вероятно, всего не увидим, потому что текущий восходящий тренд на малой вероятность, что будет как-либо сломлен. И я думаю, что мы еще с вами увидим попытку цены преодолеть отметку 104.20 и пойти выше. То же самое и с евро-долларом в рамках текущего нисходящего тренда. Я думаю, что будет вероятность того, чтобы найти точку для входа в этом нисходящем тренде и увидеть цену ниже отметки 1.07. Будем внимательно следить за этими событиями. Думаю, что это были все ключевые события на финансовом рынке на сегодняшний день. Добавим лишь, что на фоне прогноза ситуации вокруг дефолта сейчас очень сильно растет вероятность повышения процентной ставки в июне. Следующее заседание ФРС будет 14 июня. И вот на начало недели вероятность повышения процентной ставки была около 20%. Сейчас вероятность повышения процентной ставки на 0.25% уже около 40%. Вероятность этого очень серьезно растет. И, безусловно, это дополнительный фактор, дополнительный стимул к тому, чтобы индекс доллара и дальше продолжал расти. Что ж, мы будем с вами следить за этими событиями. Вам успешной торговли! Продолжение следует...